Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины и описания этих картин. Картина Михаила Нестерова «Святая Русь» 1901-1906 года. Масло-холст 233 на 375. Находится в Русском музее в Петербурге. Это одно из самых неоднозначных произведений художника. Она была представлена миру в 1902 году. Основой сюжета являются слова Христа. «Придите ко мне все труждающиеся, и обременение, и аз упакую вы». Эта же фраза считается неофициальным вторым названием картины. Нестерова изображает Святую Русь очень поэтично, где человек и природа объединены молитвенным созерцанием. Художник создает свой тип пейзажа. Нестеровский. Его пейзажи и природа на них. Природа средней полосы России. Неброская с приглушенными красками. На картине мы видим застывшие безмолвие березы, а сарканичные слова насторожное, чего-то ожидающие ели. Вдали, за заснеженными холмами, виднеется скованная льдом река. Здесь нет ничего яркого и вызывающего. Типичный для художника пейзаж с приглушенными красками. Происходящее действие похоже на видение. Реальное и мистическое начало сливается. Перед зриткой возстают давно ушедшие образы глубокой старины. К Христу пришли богомольцы. Каждая фигура символична. Мы видим простые крестьян, детей, женщин, странников, лиц монашеского звания, представители интеллигенции. Центральная фигура композиции – Иисус Христос. В позади спасителя стоят святые, особо почитаемые в России. Николай Чудотворец, Сергий Радонежский и Георгий Победоносец. Они изображены на фоне монашеского скита, расположенного в глухой лесистой долине. Композиция картины распадается на две части. Правая большую часть занимает изображение пришедших Христу богомольцев. Старик, упавший перед Господом на колени, предстворяющий весь боголюбивый русский народ. Удивленные и вдохновленные лица детей, увидевшие чудо. Девочка глазам в своем невере проложила от удивления руки к груди. Крестьян сопровождают монахи в типичных монашеских одеждах. Каждый из этих персонажей отличает глубокую индивидуальность, своеобразие психологических состояний. Говорят, что одно время Несеров полагал вести в картину Максима Горького. Он сделал с него портретный этюд и даже наметил его лицо на полотне, по центру на заднем плане. Но после опубликования поэмы Горького «Человек», проникнутый нитшианским духом, Нестеров заменил его изображением сестры Милосердия Копчевской. Картина символизирует изначальную православную веру. На фоне поэтически переданного русского пейзажа представлены идеальные просветленные образы людей, наделенных чистотой и душевной красотой. Вся земля показана здесь как храм, в снежном убранстве леса и поля, маленькая скидская деревянная церковь, символизирующая открытость и простоту, и одновременно глубину православной веры. Несеров так определил основную тему картины. Люди, измученные печалью, страстями и грехом, с наивным упованием ищут забвения в божественной поэзии христианства. Вот такое описание я нашел в интернете в работе Михаила Нестерова «Святая Русь». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok